Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 148 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат, вы задаете мне вопросы под этим видео, а я пытаюсь найти на них ответы. Нашу передачу вы можете смотреть на телеканале YouTube под названием Тимми. Итак, сегодня в программе. Может ли Бурак Ощевид покинуть сериал «Основание Осману»? Что или кто мешает Керему Берсину стать суперзвездой? Сыграет ли Демет Аздемир в сериале «Квартира невинных»? Улаштуна Астепе или Ингин Алтан Дюзьятан. Кто же главный герой сериала «Барбаросса»? И правда ли, что Арас Булут и Немли может сыграть в сериале «Одинокий волк»? Итак, мы начинаем. Вопрос. Во всех сериалах, которые я смотрела, мне нравилась пара главных героев, но сценарий всегда подводил. Были ли случаи, когда сценарий хорошие, а главные герои не нравились? Не нравились кому конкретно? Я думаю, что вы имеете ввиду турецкого зрителя. Такое бывает и бывает достаточно часто. В эфире демонстрируются сериалы популярные, но в результате показа этих сериалов актеры, которые в них снимаются популярными, не становятся, то есть не становятся суперзвездами. Например, последний очень яркий пример такого рода – это «Однажды в Чукурава». Все три героя, которые там снимались – Мурат Юналныш, Хилляль Алтенбелек, Уур Гюнеш – они получили свой кусочек славы, но этот кусочек славы оказался несопоставим с той популярностью, которую имеет сериал. Это действительно суперхит, который держится в эфире уже три сезона, прекрасные цифры, замечательные, но суперзвездами они не стали. То есть что-то не устраивает турецкого зрителя, они смотрят с удовольствием сериал, но к главным героям так и не прикипели. Такое случается. И, кстати, именно это позволило очень легко сменить двух мужских главных героев. Сейчас уже ушли и Мурат, и Уур, но сериал продолжается, и я надеюсь, что это никак не помешает рейтингам. Во всяком случае, когда ушел Уур, это на рейтингах никак не сказалось. Сейчас уже покинулся ряд и Мурат, и вскоре придет новый главный герой. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой рамком считается суперхитом в Турции? Понятно, что один ряд сериалами основного сезона рамком и ставить нельзя. Но есть ли суперхит среди рамкома? Суперхит – это понятие достаточно простое. Если сериал показывал 8 с лишним процентов на протяжении достаточно долгого времени, он считается суперхитом. К сожалению, ни один рамком не смог продержаться настолько долго, чтобы попасть в этот список. Лучше всего показал себя в эфире сериал «Любовь на прокат». Он поднимался выше 11%, но затем, к сожалению, упал. Это нормально для рамкомов. Они очень хорошо идут летом и, естественно, обваливаются в основной период. После сериала и Эльчин Сангу, и Барыш Ардуч приобрели статус очень больших звезд. Было рукой подать уже до статуса и суперзвезд, но, увы, не получилось, поскольку у них сериалы не получились достаточно популярными. Следующее. Но до сих пор, благодаря «Любви на прокат», мы можем видеть и Барыша, и Эльчин среди тех актеров, к которым особое отношение у турецких продюсеров. То есть, они хотят получить этих актеров свои сериалы, а это очень многое значит. Возможно, если сериал «Барыша Ардуча» новый «Аль Парслан» будет суперхитом, то его можно смело называть суперзвездой. Что касается новых проектов Эльчин, я о них ничего не знаю, но, надеюсь, она тоже выберет себе что-то достаточно популярное. Посмотрим, что будет дальше. Вопрос. Может ли Бурак Ощевид уйти из сериала «Основание СМАН»? Нет. Такой вариант исключается. Бурак Ощевид заключил контракт на 5 лет с компанией Мехмед Абаздаа, и он будет сниматься до победного. Будет ли 5 сезонов или же сериал продлят на 6 сезонов, могу вам сказать? Я думаю, об этом еще не знает и сам продюсер. Но то, что в течение 5 лет обязательно будет сниматься в сериале «Бурак Ощевид», это прописано в контракте. Более того, Бурак славится своей пунктуальностью и тем, что он очень много работает. Я никогда не слышала, чтобы он нарушал какое-либо соглашение, если соглашение уже подписано, уже действует. То есть, он один из самых уважаемых актеров Турдизи, и я совершенно уверена, что он никогда не пойдет на нарушение контракта, какие бы деньги ему не предлагали и кто бы не предлагал. Так что нет, он полностью отработает все, что должен, ну а затем займется уже своей, возможно, международной карьерой. Вопрос. Когда телеканалы представят сериалы на основной сезон, ведь уже совсем скоро их начнут снимать? Некоторые сериалы уже начали снимать. У каждого сериала свой график производства, и для каждого сериала телеканал индивидуально подбирает, когда он выйдет в эфир. Некоторые сериалы уже вышли на съемочную площадку, уже началось производство. Другие сериалы только выйдут в сентябре, а некоторые будут выпущены и позже, в ноябре, даже декабре. То есть, это непрерывный процесс, и сказать, что вот завтра все телеканалы объявят о том, какие у них новые сериалы, нельзя. Все происходит постепенно, и я постоянно даю новую информацию про тот или иной сериал, который выходит на съемочную площадку, который начинают снимать. Обычно я делаю это на своем сайте, следите за информацией. Вопрос. Керим Бюльсин, на мой взгляд, прекрасный актер. Почему он не очень востребован? Потому что у него наружность нетипичная для турков? Потому что он ментально больше американец? Потому что звезды так сложились? Что мешает красивому, талантливому парню потенциально стать суперзвездой при всех для этого возможностях? Очень много прекрасных актеров не может стать суперзвездами. Это зависит не только от самого актера. Актерство вообще профессия очень зависимая. Ты можешь быть самым прекрасным актером в мире, но если режиссер окажется неудачником, если сценарист напишет плохой сценарий, если будет плохой монтаж и так далее и тому подобное, ты никогда не станешь суперзвездой. Это не зависит от тебя. Ты можешь только выбрать проект. А выбрать проект, то есть оказаться с очень хорошей чуйкой, умеют только всего несколько звезд в турдизе, которые становятся суперзвездами. Это самое сложное. Это тоже особый талант и далеко не все хорошие актеры им располагают. Они полагаются на своих менеджеров, которые должны найти им хороший проект, но далеко не все менеджеры тоже могут угадать с тем, что окажется популярно у зрителей. Что касается имиджа, нет, это не имеет никакого особого значения. Актер он на то и актер, что должен изменять свой имидж в зависимости от сценария, в зависимости от роли. Менталитет и прочее тоже не имеет значения. Наоборот, к Ерему относятся достаточно хорошо турки, поскольку для них это как бы особая гордость, то, что человек вернулся из Америки и работает в Турции. То есть не все едут в Америку, некоторые едут и в Турцию. Для них это как бы такой особый повод позлорадствовать. Немножечко. Так что в этом плане у Ерема никаких проблем нет. Единственная его проблема – чуйка. Но не сложилось, пока не повезло. Хотя, с другой стороны, ему предложили работу на Дисней. Если этот проект состоится, он перейдет на совершенно новый статус и станет, может быть, действительно одной из суперзвезд Турдизи, поскольку сейчас без цифрового проекта суперзвезда уже как бы считается и не совсем суперзвездой. Разумеется, если не как Бурак Ощевит работать по специальному контракту. Поэтому посмотрим. Все возможно. Если завтра проект Ерема окажется востребованным, если он станет суперхитом, он легко станет суперзвездой. Никаких особых причин для того, чтобы Ерем не стал суперзвездой, в принципе, нет. За исключением того, что нужно найти подходящую роль. Вот и все. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, что-то о новых проектах моей и, наверное, не только моей любимой пары, Андер Чель и Керем Берсин. Насчет Керема Берсина я уже делала выпуск, говорила о том, что он, возможно, будет сниматься в сериале Дисней. Во всяком случае, такое предложение ему поступило. По словам известной журналистки Берсина Алтунтаж, по вопросам личных отношений она часто ошибается. Но когда речь идет о деловых каких-то контактах, то она почти всегда права. Так что я этой информации верю. У него также есть собственная компания продюсерская. И он снимает фильмы. Сразу два готовит, по-моему. Будет ли он в них сниматься или только выступает в качестве продюсера, пока не совсем ясно. Я думаю, что там он будет именно в качестве продюсера. Но, в принципе, если, например, он будет готовиться к работе на цифровой платформе, то это не помешает ему сняться и в фильме, пока идут приготовления к съемкам сериала. То есть, вариант с фильмом я не исключаю. Да, были действительно разговоры о том, что Керем и Ханды хотят сняться в фильме. Но это пока только на уровне «нам бы хотелось». Никаких конкретных оснований говорить, что вот завтра этот фильм будет сниматься. Пока нет. Просто такие наметки уже есть. И, возможно, в будущем они осуществятся. Но, насколько я понимаю, для них обоих сейчас очень опасное время, когда нужно подтвердить свой статус, свой успех, который они получили благодаря сериалу «Постучись в мою дверь» и перейти на более высокий уровень, то есть закрепить то, что они получили благодаря этому сериалу уже серьезными работами в основном сезоне. И вряд ли это будет совместная работа. Если они будут сниматься дальше вместе, то это однозначно поставит крест на их карьере. Они должны развиваться как актеры самостоятельно. Как пара, естественно, они останутся вместе. Я надеюсь, что пара у них будет очень крепкая. И так же, как и Бурак Ощевит, и Фахрия, и Джен, нас они будут радовать своими и личными отношениями, и, возможно, продолжением этой истории уже в другом человеке. Посмотрим. Но, как актеры, они должны работать отдельно. Фильм – это фильм. Фильм можно снять там за два месяца. Это особой проблемы нет. Но в сериалах они, скорее всего, будут сниматься в разных. Про Керима уже информация какая-никакая, но есть. Это сериал Дисней. Про Ханде информации нет. Но я думаю, что ей поступают очень много предложений. Вспомните год назад, когда ей пришлось отказаться от сериала Блут и Вэ, потому что она выбрала сериал «Постучись в мою дверь» и не прогадала. То есть, как видите, предложений у нее хватает. И даже приходится отказываться от каких-то очень хороших предложений, поскольку она не может разорваться. Как только закончится дверка, а она закончится очень скоро, я думаю, мы услышим и о ее новых проектах. Вопрос. Ибраим Челеколь присоединился к касту сериала «Однажды в Чукурова». Да, действительно, информация соответствует действительности. Ибраим Челеколь стал новым главным героем сериала «Однажды в Чукурова». То есть, он будет новым любовным интересом главной героини. Вместо Мурата Илалмыша и Ура Гюнеша теперь будет один главный герой. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о сценаристе Макгулия Кюсиф. Смотрю сейчас сериал ею написанный, каст прекрасный, но логика напрочь отсутствует. Почитала о ее прошлых сценариях и не нашла ни одного хорошего комментария. Скорее, ее имя стало синонимом провала для сериала. Вы совершенно правы. И поскольку вы уже читали ее биографию, мне не стоит перечислять, в каких сериалах она принимала участие. Как только она приходила в сериал, кстати, очень часто она начинает писать сериалы не сначала, она присоединяется к сценарной группе, то сразу же логика из сериала улетала. На самом деле, она человек с очень богатым воображением. И воображение – это не всегда плохо. Просто нет рядом человека, который бы ограничил полет ее фантазии. Да, когда по больнице бегают пациенты с ножом в голове, это выглядит достаточно смешно. И такие сценарии она пишет. Но если бы рядом с ней был действительно хороший сценарист, который прописывал бы такие моменты, скажем, смягчал то, что она написала, я думаю, получился бы очень хороший тандем. К сожалению, такого у нее рядом нет, и она пишет все, что ей захочется, а фантазия у нее, как я еще раз говорю, очень бурная, и уводит она ее в какие-то совершенно непонятные дебри, которые смешат всех, кто смотрит сериалы, которые она написала. Она очень любит забывать персонажи, то есть не выводить их из повествования, а забывать о них. Был человек и нет человека, и все, о нем уже никто не говорит, хотя он был очень важной частью сценария. И такое у нее сплошь и рядом. Не знаю, почему так случается, но, в общем, человек, который не может сосредоточиться на чем-то одном, ее бросает из крайности в крайность. Это такой типичный пример турецкого сценариста, который никак не может выбрать, о чем она, собственно, должна писать. Увы, такое в Турдизе тоже бывает. Вопрос. Почему при упоминании о сериале «Братья Барбаросса» всегда упоминают только персонаж Аруджа? Кстати, во всех исторических справках старшего брата именно так зовут, а не Арудж. Когда сериал посвящен Хайредину Барбаросса. Об этом говорят все источники, приближенные к съемочной группе, и сам режиссер в одном из интервью турецкой прессе говорил об этом. Это что, какая-то нелюбовь к актеру Ула Шутуна Астепе, который исполняет роль Хызыра? К сожалению, вас обманули. Во-первых, основной режиссер проекта Даан Умит Караджа никаких интервью прессе пока не давал. Давал интервью арабским телевизионщикам. Второй режиссер, который занимается исключительно техническими сценами и исключительно сражениями на море. Его зовут Адил Адиб, и он рассказывал о технической части. То есть, сюжет, история – это не его проблема. Он занимается исключительно съемками боев и все. То есть, первое, что у вас неверная информация о том, что кто-то что-то там говорил, действительно говорили представители телеканала ТРТ-1, которые и заказали этот сериал «Братья Барбаросса». О чем же они говорили? Ибраим Ирен, который в это время возглавлял телеканал ТРТ-1, говорил о том, что они делают сериал об Аручи-Рессе. Кстати, именно Аручи, поскольку по-турецки – это Аруч. В зарубежных источниках его с самого начала звали Арудж. Поэтому и то, и другое совершенно нормально вы можете говорить и Аруч, и Арудж. Так вот, Ибраим Ирен говорил о том, что они готовят сериал про Аруджа Барбароссу. И это совершенно правильно. Почему? Потому что вообще-то всех четырех братьев, которые покажут в сериале, звали Рейс. А Барбаросса – это кличка, которую дали испанцы Аруджу, старшему брату, поскольку у него была рыжая борода – Барбаросса. И он начал использовать это имя второе – Барбаросса. Только после его смерти его младший брат Хызыр, да, именно Хызыр, Хайредином его назвали уже позже. Это имя ему дал султан за особые заслуги, но это уже было позже. То есть, первоначально это не Хайредин Барбаросса вообще, а Хызыр Рейс. Взял то же имя для того, чтобы почтить память своего брата. Я об этом уже рассказывала. Поэтому пока в сериале будет Арудж, а вернее Ингин Олтан Дюзятан, который играет Аруджа, о Хайредине Барбаросса речи не будет идти. Будет идти речь о Хызыре Рейсе, младшем брате Аруджа Барбаросса. То есть, сериал будет посвящен прежде всего Аруджу, Аручу и его братьям. Когда же Ингин покинет сериал, тогда главным станет Хайредин, то есть Улаш Тунаасты Пе. И все внимание зрителей, сценаристов, режиссеров переместится на Улаша. Здесь не идет речь о том, что Улаша как-то зажимают или что-то в этом роде. Нет, просто сама история показывает, как будут развиваться события. Сначала будет фокус на старшем брате, затем старший брат прогибает и история продолжается с младшим братом. И откровенно говоря, я не думаю, что поклонникам Ингина и поклонникам Улаша надо рвать стильняшки и кричать, что он главный или он главный. Просто потому, что сам сериал будет очень большим, бюджет огромный и всем найдется место. Если он будет продолжаться много сезонов, то и Ингин сумеет сыграть главную роль, и Улашу достанется тоже главная роль. Вспомните, Ингин и Бурак Ощевик точно так же разделили славу сериала, который сначала был Эртуролом, затем стал Османом. Здесь будет, в общем-то, то же самое, так что не пугайтесь, все нормально. Вопрос. Правда, что Араз Булута и Немли присоединился к сериалу «Одинокий Волк». Араз отдыхает, пока он новый проект себе не выбрал. Естественно, как любой суперзвезде, ему поступает масса предложений, в каком сериале принять участие, это совершенно нормально. То есть, то, что ему предложили «Одинокого Волка», еще не означает, что он согласится. Сейчас есть очень хорошие предложения на цифровых платформах, в которые он может пойти. Я уже не раз говорила о том, что на цифровых платформах легче график, и после четырех лет работы в Чукури, я думаю, ему будет лучше отдохнуть немного, но не потерять форму, просто поработать на платформе. Это будет гораздо интереснее для него, как для актера попробовать себя в чем-то совершенно новом. Вопрос. Скажите, пожалуйста, что с сериалом о Джалалейдине? Второй сезон сериала «Джалалейдин» заказан узбекским телевидением, то есть он будет, но не факт, что его покажут в Турции, поскольку прошел он очень слабо. Если и покажут, то, скорее всего, следующим летом, когда показывают не очень рейтинговые сериалы. Но то, что второй сезон у сериала будет, это однозначно заказ уже есть. Вопрос. Правда, что Ча-Тэ Лусой будет сниматься в историческом сериале про актера. Разумеется, стопроцентной гарантии я дать не могу, но эта информация не соответствует действительности, скорее всего. Просто дело в том, что компания Sunset Film, которая создала сериал «Ешельчам», решила продолжить успешное сотрудничество с какой-то цифровой платформой, не называется «Какая». Может быть, скорее всего, это Блу ТВ, но опять же информации нет. И хотят развить ту тему, в которую они успешно вписались в «Ешельчами». Он пользовался огромной популярностью, и вот на волне этой популярности они решили сделать другой сериал про актера, который жил в 30-е годы прошлого века. Его звали Отелло. Не удивляйтесь, достаточно странное имя, но он просто играл в театре и очень часто играл Отелло. И вот от этого пошло его название Отелло Камил. На самом деле его звали Камил Рызабей. Кто сыграет главную роль, пока неизвестно. И поскольку нет промо этого главного героя, поставили из предыдущего сериала «Ешельчам» и пообещали, что у нас будет такой же крутой каст, как был в «Ешельчаме». Но на самом деле собрать такой же крутой каст – это не так просто. И, естественно, все упирается в главного героя. У Чатая сейчас другие планы. У него там фильм на Netflix, сериал на Amazon, и, скорее всего, его не будет. Будет какой-то другой очень крутой актер. Но крутых актеров в Турции на пальцах одной руки, тем более, что они все работают. И выбирать придется из того, кто свободен. А свободен Кенан Эмирзалалу, Араз Булуты и Немли, Толгас Арыташ и Ингина Кюрек. Я думаю, что могут еще рассмотреть кандидатуру Акина Акиназё. Он, конечно, не такой титулованный, как предыдущие актеры, но он очень талантливый. И такой бы вариант с Акином я бы не стала исключать тоже. То есть, вот, видимо, один из этих актеров и сыграет главную роль в этом сериале. Но посмотрим, кого выберут. Правда, что Кюван Штатлыту будет сниматься в бельгийском сериале? Да, это чистая правда, но это новость, которая не очень новость, они знали достаточно давно. Нетфликс объявил о том, что Кюван Штатлыту примет участие во втором сезоне бельгийского сериала «В ночь» «Into the night» в качестве приглашенной звезды. В составе сериала уже есть один турок, это Мехнет Куртулуш. И напомним, что Кюванш играет в спин-оффе этого же сериала под названием «История подводной лодки». То есть, ведут его персонаж, морского биолога Армана, для того, чтобы сделать переход из одного сериала в другой. Такое очень часто практикуется. Сначала, видимо, покажут сериал в ночь, и затем уже выпустят «Историю подводной лодки» как продолжение этого бельгийского сериала. Так что мы увидим Кюванша уже в самое ближайшее время. В ночь уже запустили рекламу, и я думаю, что сериал выйдет вот уже осенью. Вопрос. Есть ли новый проект у Дагана Байрактара? Да, я напомню, что Даган Байрактар снимался в сериалах «Ветреный» и «Воин». И сейчас объявили о том, что он присоединился к касту нового сериала продюсера Альпера Чалара «Волк 2039» для цифровой платформы Блу ТВ. В сериале будет военная команда, поэтому главных героев будет несколько. Всего планируется сделать 6 серий. Съемки начнутся уже в августе, и до конца года сериал выйдет на цифровой платформе. Это будет фантастический проект в жанре постапокалипсис. Вопрос. Что за скандал произошел между Севдой Эргенджи и Илмазом Кунтом? Да, история вышла не очень приятная. Я напоминаю, что Севда и Илмаз очень долго были вместе. Затем они поссорились, расстались, помирились и собрались пожениться. Но в конце концов разошлись. Что случилось? Очень просто. Илмаз, который готовился стать уже мужем, параллельно вел переписку с одной девушкой в соцсетях. И достаточно интимного характера. Когда девушка узнала о том, что он собирается жениться на Севде, она опубликовала эту переписку, приписав, что ты так себя ведешь, собираешься жениться и в то же время флиртуешь со мной. Когда Севда об этом узнала, она, естественно, разорвала все отношения со своим бывшим женихом. К сожалению, так бывает в жизни. Видимо, парень еще не нагулялся. Вопрос. Я знаю только об одной актрисе, которая точно покинет каст сериала. Это Чала Шипшек. Но у нее уже есть другие проекты, так что не беспокойтесь. Вы увидите ее в других сериалах. Все остальные вроде бы остаются. То есть пока точной информации нет. Но к касту еще говорят присоединиться несколько значимых актеров. Посмотрим. Вопрос. Кто же сыграет главную роль в сериале «Девушка за стеклом»? Пока эта информация держится в секрете. Но съемки сериала стартуют уже в августе. И первая серия второго сезона выйдет на экраны уже в сентябре. То есть «Шила в мешке не утаешь» в ближайшее время нам официально объявят о том, кто же сыграет роль Хайри. Я думаю, что это произойдет в течение вот ближайшей недели. Будем ожидать новую информацию. Я дам специальный выпуск на эту тему. Вопрос. Мы обсуждали в группе про звездность. Все-таки раньше было легче, сейчас намного труднее. И не все из суперактеров хорошо играют. Просто помогает лучший сценарий и уже завоеванный фандом. Разумеется, главное в любом сериале и фильме – это сценарий. Без него, я уже сто раз об этом говорила, ни один самый лучший актер никакой сериал не спасет. Да, бывает, когда хорошая актерская игра вытягивает средний сценарий. Но он хотя бы должен быть средним. Плохой сценарий никто не спасет. Ни один даже великолепный, гениальный актер. Но я категорически не согласна, что вот раньше было легко, сейчас очень сложно. Наоборот, сейчас возможностей у актеров стало гораздо больше, чем было раньше. Раньше все внимание упиралось прежде всего в актерскую игру. Сейчас включается множество факторов, типа спецэффектов, различные фильтры, последующая компьютерная обработка, которые помогают скрыть недостатки актерской игры. Поэтому сейчас играть на самом деле легче, чем было раньше. Про то, что вот суперзвезды плохо играют, просто у них большой фандом и поэтому любят их сериалы, я рассуждать не буду, поскольку суперзвезды завоевали свое имя, свое статус, работая больше остальных. Ни одна суперзвезда не получила статус легко. Они все трудились, они все очень много работали. Актерство – это такой мускул, который приходится оттачивать постоянно. То, что вам не нравится игра того или иного актера – это усовщина. Вам не нравится, кому-то нравится. Здесь все решают исключительно миллионы зрителей, поскольку миллионы – это уже не конкретный человек, это большая масса людей. Если большой массе людей нравится игра конкретного актера, значит, все-таки игра у него хорошая. Вопрос. Правда, что Демет Аздемир заменит Фарахзи и Неб Абдуллах в сериале «Квартира невинных»? Демет ведет переговоры на участие в сериале «Квартира невинных», но это не значит, что она будет там сниматься. Я уже не раз говорила о том, что всем известным актерам поступают несколько разных предложений, и они выбирают, в каком проекте они будут участвовать в следующем телевизионном сезоне. Демет уже работала с компанией OGM Pictures. Она снималась в сериале компании «Твой дом, твоя судьба». То есть она хорошо знает продюсеров. Это, конечно, плюс. Возможно, она примет предложение и станет новой главной героиней сериала «Квартира невинных», то есть новая партнерша Эберкана Соколу. Однако все будет зависеть от того, какую роль ей предложили. Возможно, она подпишет контракт, возможно, не подпишет. Пока еще точной информации я дать не могу. Бурак Денис принял предложение играть в сериале «Нетфликс». Сейчас Бурак находится в Италии на съемках сериала «Феерия непонимания» для цифровой платформы Disney+. И он явно не торопится. С одной стороны, он смотрит на предложение достаточно тепло. То есть, возможно, он его и примет. Но он не хочет торопиться, поскольку вполне возможно в последний момент поступит что-то более интересное. И он не хочет связывать себе руки контрактом. Такое бывает. Иногда актеры подписывают соглашения. Даже после того, как начали сниматься в сериале, такие случаи бывают. Если все-таки он подпишет это соглашение, то съемки начнутся в сентябре, в Адане. В первом сезоне сериала будет 8 серий. Ну, а дальше будет зависеть от зрителей Netflix. Если сериал понравится, то продолжение последует. Если нет, то всего 8 серий будет. Посмотрим. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание. Я напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы под этим выпуском. И я пытаюсь найти на них ответы. Хотя это не всегда получается. Возможно, я отвечаю прямо под вашим вопросом. Посмотрите. Возможно, ответ там уже есть. Мы с вами встречаемся по вторникам. Всего вам хорошего. И до новых встреч.